Добрый вечер, дорогие друзья! Мы сегодня рады видеть прекрасный, тёплый день у нас на последнем, завершающем нашем концерте в этом сезоне. И мы хотим сегодня делать необычный концерт. Почему? Потому что прошлый год, прошлый год, в мае месяце, нам сезон закрывала Гена Варсона. И поэтому мы сегодня, мы видели портрет, у нас сегодня гостям фонда Образцовой, которым возглавляет Наталья Гнатинова. У нас сегодня друзья наши пограничники у нас отец Андрея Капранова. Поэтому, давайте не сделаем так, я сейчас поставлю слово Игорь Михайлович, а потом будем прочтать. Договорились? Да, вы уже... Я думаю, что многие присутствующие в зале были 26 мая прошлого года на концерте Елены Васильевны Образцовой. Так получилось, конечно, это неожиданно было для всех нас, что это был ее последний сольный концерт. После этого она еще приняла участие в концерте новой оперы, оперы вместе со своими учениками, некоторые из которых будут представлены сегодня в концертной программе. И ее последний в жизни концерт, вот на портрете. Это фотография как раз с последнего ее концерта, оперного балла Елены Образцовой из Большого театра. 28 октября мы все вместе, весь народ, поздравлял Елену Васильевну с ее 75-летним юбилеем. И когда профсоюз администрации президента обратился к нам провести этот заключительный концерт, мы, конечно, с радостью согласились. Основатель нашего фонда и президент Елена Васильевна Образцова планировала провести целую серию концертов, посвященных Дню Победы. Она сама была детем войны, пережила блокаду и как к святым людям относилась к ветеранам войны. Все это было очень знаково для нее. Мы планировали этот концерт накануне Дня Победы, но проводим его тоже в предпраздничные дни, накануне праздника Дня России. Вы знаете, Елена Васильевна была огромным жизнелюбом и всегда напутствовала своих молодых коллег, своих учеников, лауреатов в ее международных конкурсах. Я даже взяла ее цитату. Пойте в радость, в любовь. День прожить на земле – это счастье, дар Божий. Как мы должны ценить время, сколько должны сделать добра и его приумножить. Вот сегодня лауреаты конкурсов Елены Васильевны образцов. Будут дарить вам эту радость. Делать на сцене добро. С праздником вас! АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз учите мне в Советском Комитете поздравить вас в Днём России. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Саша, давайте вы предоставили ему слово. Пускай ведёт концерт. Александр Бадапьянов, Таненберг. Да. Ну, когда я понял, что у нас не было. Всего доброго. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Радостно приветствовать всех вас сегодня здесь, в этом замечательном зале, тем более на концерте с таким названием «Я люблю тебя, жизнь». Потрясающее название слова «Знаменитые песни», которые хочется повторять. И сегодня это звучит как девиз, значит, требуется какое-то обновление, значит, хочется вновь и вновь жить и совершать что-то потрясающее. В программе сегодняшнего концерта будут звучать песни. Знаменитые и очень дорогие песни именно нашему сердцу, нашей душе. Это песни военные, послевоенные, песни о войне и о победе. Те песни, которые сопровождали наш народ на фронте. Те песни, которые звучали по радио и во время войны, и после. И те песни, которые становятся связующим свином в цепи поколений. Если молодежь будет узнавать сегодня эти песни, это значит, что мы сможем вновь и вновь благодарить тех, кто спас нашу страну в страшные годы Великой Отечественной войны. Причем эти песни и лирические, и героические, и очень грустные, и очень веселые. И это все есть в нашей душе. Итак, сегодняшний концерт придумали и организовали. Объединенный профсоюзный комитет, администрация президента Российской Федерации, аппарата правительства Российской Федерации, аппарата Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, счетной палаты и управления делами президента, и, конечно же, благотворительный фонд поддержки музыкального искусства, фонд Елены Образцовой. В числе участников сегодняшнего концерта замечательные артисты, солисты Московского театра «Новая опера», лауреат международных конкурсов Илья Кузьмин, лауреат международных конкурсов Юлия Минебаева, солист Московского театра «Геликон опера», лауреат международных конкурсов и премии фонда Елены Образцовой, обратите внимание, за яркое начало в искусстве, Игорь Морозов, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова, лауреат российских и международных конкурсов Дарья Рубцова, Обладательница гран-при конкурса вокалистов имени Шаляпина и лауреат конкурса имени Изабеллы Юрьевой Ольга Невская. Наконец, самый молодой участник сегодняшнего концерта, студент музыкального колледжа имени Гнесиных, Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат специальной премии фонда Елены Образцовой 5-го международного конкурса юных вокалистов Никита Воронченко. Ну а на сцене оркестр Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Начальник ансамбля, заслуженный артист России Андрей Капрат. Мы готовы начать программу сегодняшнего концерта. Продолжение следует...